Спасибо большое за приглашение, я очень рада участвовать в таких инициативах. Действительно, я долго шла к активизму, у меня всегда было на это, даже когда я училась в УЦА, училась на журналистике, и примерно уже к концу своего курса я поняла, что одно дело, когда ты покрываешь какие-то темы, и совершенно другая задача попробовать повлиять на какие-то проблемы. И вот в журналистике мне не хватило как раз-таки decision-making, чтобы я могла действительно продвигать очень предвзятую точку зрения, потому что в журналистике сейчас особенно, в современных реалиях, молчание — это тоже политический выбор, я считаю, что когда особенно в нашем обществе столько проблем происходит, и когда люди комфортно об этом молчат для того, чтобы содержать просто комфорт других людей, это превращается все в систематичные проблемы. Например, если мы говорим конкретно про гендер, чем больше мы не освещаем тему феминизма, чем больше мы замалчиваем о теме харассмента, насилия, мы помогаем преступникам в тени, мы помогаем оставаться проблемой нерешенной, а одно дело, когда это какой-то харассмент в интернете, но мы же не об этом, это не причина для нашего активизма, наша причина — это в реальной жизни люди, которые реально страдают, умирают, которые не могут содержать нормальный быт тупо от того, что их как-то дискриминируют на какой-либо площадке. Я начала активизм, скажем так, вообще изначально с дебатом, я всем рекомендую вообще, если есть возможность, особенно молодым ребятам, которые до сих пор учатся в университете или в школе, это посвятить время дебатному кружку или какому-то клубу дебатному, потому что там я действительно сначала поняла, как вообще работает общество, появились первые мнения, появились первые позиции, они закрепились какими-то конструктивными фундаментами, все пошло оттуда. Потом в Бишкеке я познакомилась с ребятами, которые продвигали из группы «Бишкекская феминистская инициатива», что-то в этом роде называлось. Я ходила на пару собраний, я ходила на митинги 8 марта, и так я в принципе узнала вообще, я очень боялась заходить в феминизм, потому что думала, что насколько это мое, я очень долго отказывалась верить в это. Но в итоге, рано или поздно, мне кажется, все женщины, они приходят к феминизму, потому что особенно в Центральной Азии мы живем в очень неидеальном обществе для женщин, и чем раньше мы примем тот факт, что действительно общество болеет, тем быстрее мы придем к решению проблемы, а именно найти какую-то панацею от этого. Почему я пошла в ТикТок? Потому что начался карантин, и наконец-таки у меня появилось, ну мне не нужно было никуда ходить на работу, все это онлайн, и мне стало скучно, я вообще не планировала использовать ТикТок ни как что, я просто скачала приложение, потому что все его скачивали. А потом я сначала начала делать активистский контент, то есть в целом про все говорить, но, конечно, про феминизм видео залетали лучше, потому что аудитория, ну на тот момент, может, моя аудитория была женщиной, и, естественно, они больше резонируют с вопросами феминизма. Почему ТикТок вообще, мне кажется, является одной из самых уникальных площадок для продвижения любого активизма? Самый сильный фактор, почему видео залетает, это, конечно, алгоритм ТикТока, который позволяет без хэштегов, без ничего залететь в реке. То есть, грубо говоря, у нас перемещается акцент с технических деталей на контент, то есть субъект видео уже становится, сам по себе может залететь в реке без хэштегов, без ничего, и это классно. То есть, если вы скажете, грубо говоря, любое предложение, которое найдет хотя бы один человек, ну как-то кому-то это понравится, это лайк, а это значит, это уже продвигается на его аудиторию, а значит, аудитория на аудиторию накладывается, и таким образом нарабатываются первые views, просмотры. Так и получилось, что я вообще не планировала, ну как бы, двигать ничего никуда, я просто сказала несколько там видео, вещей, которые меня лично в жизни, да, напрягают, и люди, которые нашли огласку, могли к этому отнестись, они также поделились. То есть, в этом уникальность ТикТока. Такого, к сожалению, я знаю, что в Инстаграме похожий алгоритм, что можно выйти в рекомендации посредством популяризации собственного контента, но Инстаграм, в чем еще уникальность ТикТока, мы переходим, ТикТок это очень живая площадка, живая в том плане, что ты можешь быть кем угодно в ТикТоке, вообще кем угодно, то есть это такой raw content, raw content, сырой контент, особенно на тот момент, сейчас в ТикТоке много фильтров, много каких-то там нюансов, можно текстом, captions добавлять и так далее, тогда, когда я, допустим, начинала, такого не было, ты просто записываешь видео и выкладываешь, там еще очень удобный интерфейс редактирования, да, то есть в Инстаграме это stories, да, но ты не можешь это редактировать stories. В ТикТоке ты можешь записывать там в любой момент, ты начал утром, закончил вечером, и это все еще одно видео, да, очень удобно. И таким образом люди могут быть вообще любыми версиями себя. В Инстаграме есть, ну и не только в Инстаграме, вообще, наверное, в соцсетях есть, так сказать, дресс-код. Есть вещи, которые Инстаграм, во-первых, банит, да, очень, намного проще в Инстаграме забанить, там, опять же, там, фем-повестку, да, люди могут кто угодно нажаловаться, хоть на что. В ТикТоке тоже, но ТикТок оставляет возможность отвоевать, грубо говоря, свой контент, что я регулярно, в принципе, и делаю. Так и уходим, отвоевываем, отвоевываем свободу, да. Вот. Ну, вот в этом плане ТикТок, конечно, удобнее. И он свободнее, то есть ты, как бы, можно говорить без каких-то, даже если у вас там, может, есть, я лично, у меня есть собственный формат, который я предпочитаю, да, и смотреть, и делать. Но я знаю, что в ТикТоке очень сильно продвигается сейчас этот сырой контент, это залетает. И, конечно, третий момент, почему ТикТок, это потому, что это ужасно популярно. Мы, как бы, можем бесконечно держаться за любую соцсеть. Мы можем и Facebook держать, и в ВКонтакте держать, и одноклассники, что угодно, да. Но чем быстрее мы будем двигаться с нынешним поколением, а нынешнее поколение идет в ТикТок, Инстаграм уже, как бы, если честно, ну, мало кто использует так активно, уже все начинают говорить о, как бы, токсичном вот этом социальном влиянии, да, со стороны соцсетей, что это, там, навязывает много, как-то сказать, собственных барьеров. Но мы в это не будем посещать. Да, потому что в Инстаграме, основная цель Инстаграма, это держать connection со своими друзьями, да, со своими подписчиками, да. В Инстаграме, кстати, намного удобнее общаться с подписчиками, нежели в ТикТоке, это правда. Но, тем не менее, ТикТок, он не создан для того, чтобы люди следили за твоей жизнью, да. Он создан для того, чтобы ты, как бы, намного чаще продвигается именно вот такое безликое контент-мейкинг, что такой же формат, как в Ютубе, например. И от того, что ТикТок короче видео, понятно, он у всех в кармане. Ты открыл, люди прокрастинируют в ТикТоке часами. И мы можем использовать это для себя. И, в принципе, так и было, что я устала прокрастинировать в ТикТоке, я поняла, что я слишком много времени трачу на просмотр контента, и мне хотелось уже создавать его, и я начала. Говорят, что Инстаграм уже политизирован. Но мы к этому тоже, кстати, можем прийти, что все, на самом деле, все соцсети политизированы в какой-то части. Зависит от тем. Но, опять же, в ТикТоке намного проще технически продвигать как раз-таки что угодно. И это работает на нас, и это работает против нас. Потому что, с одной стороны, легко продвигать феминизм, активизм, любой вид движения. Точно так же, как легко продвигать, к сожалению, харассмент, насилие, антифеминизм. Это очень большая проблема в интернете. Я ужаснулась, когда узнала, сколько противников феминизма. Я никогда не думала, что у такой банальной идеи просто свобода может быть столько активных хейтеров, грубо говоря. Но это прям движение, да, есть хэштег антифем, есть антифемскват, ты заходишь по этим хэштегам, и там прям куча какого-то абсурда. Ни одного, к сожалению, ну, не к сожалению, а, если честно, в реальности ни одного антифеминиста с конструктивом я, к сожалению, не нашла. Вот, но и сам факт, видите, что ТикТок, опять же, он дает площадку всем. И наша задача, как бы, грубо говоря, доминировать хорошим контентом, нежели позволять каким-то негативным буллером, харассером продвигать их идеи. Потому что, к сожалению, ТикТок это тоже разрешает. Это вечная борьба банить аккаунты друг друга. Вот, это по поводу площадки ТикТок. Если у вас есть вопросы конкретно по поводу площадки, самое время их сейчас, как бы, написать или задать, пока я не ушла слишком далеко в сам субъект, а это феминизм. У меня сейчас вот такой вопрос возник по поводу бана. Очень интересный момент, то, что ТикТок позволяет, в общем, отвоевывать. У вас на практике примерно, не знаю, сколько видео или какой процент был забанен и сколько удалось вернуть? Да, в общем, вообще у меня такая ситуация случилась год назад. В самом начале, когда я только начинала, я записала видео про BLM, это Black Lives Matter, да, мувмент, который был летом в США. Я рассказала просто, почему, как бы, вообще мувмент существует и так далее. И мой аккаунт, попытались хакнуть, ну, точнее как, мое видео скачали и залили в группу Познякова. А Позняков это такой персонаж очень неприятный. Это блогер в Телеграме. У него 80 тысяч очень агрессивных подписчиков. В плане, они прям используют очень агрессивный язык, они прям на травлю посылают. То есть они слили все мои соцсети и сказали, что вот, пожалуйста, этот человек неадекватный. И они все пошли ко мне. И вот тогда начался самый большой попытка меня вообще забанить. То есть все мои видео начали репортить. Хотя, ну, конечно, мне, как бы, я ничего такого не делала, я ничего такого не говорила, чтобы все мои видео забанили, но однозначно ТикТок повлиял на банк некоторых видео. Чаще всего это видео, где я как-то, может, персонально задела кого-то из моих хейтеров или так далее. Потому что ТикТок, когда идет напрямую, вот такая конфронтация людей, ТикТок это не одобряет. Он прям сразу конфликт. Неважно, кто прав, кто виноват, они сразу убирают весь контент. Вот, то есть я пару перепалок у меня таких было. И потом регулярные видео, которые чаще всего банятся. Ну, у меня не так много. Я не скажу, что у меня много видео банят. Вот, но это чаще всего видео, может, тоже кому-то будет полезно. Это где используется, а, либо какая-то агрессивная форма подачи. ТикТок может забанить аудио. То есть я, ну, а что видео без аудио? У меня в основном это, я говорю, да. Вот. Можешь забанить аудио на видео, и нет возможности отредактировать или добавить текст уже после того, как ты выложил видео. Соответственно, приходится удалять и перезаписывать. Вот, то есть нужно внимательным быть. Ну, просто, грубо говоря, использовать цензурную лексику. Это метод. И я, кстати, про это тоже поговорю, про формат ведения феминизма. Вот. И все. То есть по факту у меня шадоу... Один раз, два раза меня закидывали в шадоу бан, да, теневой бан. То есть это когда ты постишь, но видео не просматриваются. Это легко отследить, либо показывает ноль просмотров, либо я в среднем, допустим, я выкладываю видео обычно по расписанию, ну, самое активное время, я это высчитываю, все. И обычно, если видео даже не набирает там ста просмотров или ста в течение там часа, то понятно, что оно просто висит никуда в реке, его в реке не запит. Шадоу бан, в общем, тикток по дефолту любое видео, которое создается, закидывается в рекомендации. Любое видео, абсолютно, неважно, какое. А шадоу бан, это как бы лишает вот этой привилегии. То есть оно просто стоит, стагнируется. К сожалению, с этим ничего нельзя сделать, кроме того, как переждать. Это единственное, что ты... Я часто, я сама часто, если честно, кидаю репорты, другие видео, потому что мне часто присылают видео с такими, ну, с насилием каким-то или харассментом. Естественно, мы все пытаемся забанить там какое-то сексуальное домогательство, у которых в интернете очень много видео на эту тему. Вот. И вот тикток тоже, ну, часто упускает вот эти моменты. То есть, чтобы забанить какое-то видео, это нужно очень много усилий. Нужно прям активно пойти туда. А чем сплоченнее любое движение, а, допустим, антифем движение очень сплоченное, они прям, у них там очень лояльная аудитория. Поэтому они, ну, отсылку дадут, и все. Они все приходят и банят все видео. Но, опять же, отвоевать видео у меня получается. У меня пока что, ну, ни одно видео прям не удалили. Кроме личных перепалок, но я удалила те видео сама. То есть, я понимала, в принципе, окей, да, это действительно не совсем корректно иметь такие видео на платформе. Спасибо. Вот, да. Можно уйти, я думаю. Да, по поводу, да, по поводу, в целом, продвижения любого вида активизма контента. Вообще, ладно, давайте мы вернемся к этому. Я расскажу немножко про феминизм, почему я считаю, что его важно продвигать, и как, что меня лично направляет. Понятное дело, что феминизм – это тема про женщин. Это о женщинах, про женщин, про равенство. Многие говорят, что феминизм – это там, ну, про равенство полов, что это… Есть несколько видов феминизма, но я думаю, что в Центральной Азии сейчас превалирует поднять женщин на ту же позицию, да, на равную позицию с мужчинами, и тогда феминизм может отвечать запросам всего общества, да, то есть вырабатывать пути против, там, неопатриархата или против токсичной маскулинности, помогать мужчинам, грубо говоря, тоже, ну, быть более лучшими… Ну, вы знаете, mental issues, как бы ментальные проблемы, то есть вот эта токсичная маскулинность, да, это что? Когда мужчины тоже не могут выразить себя, это тоже проблема патриархата. И феминизм некоторых стран уже вот здесь, в Европе, уже начинает эти вещи об этом говорить, но мы очень далеко от этого. У нас, когда я общаюсь здесь с людьми, я понимаю, насколько мы отсталые именно в плане развития человеческих прав и их защит, что пока здесь, в Европе, обсуждают стеклянные потолки, обсуждают возможность там мэнсплейнинг на политических площадках. У нас до этого еще далеко, у нас женщины на улицах там крадут, да, какой стеклянный потолок. У нас первичная есть нужда в срочности решения реальных проблем, таких как безопасность, ну, насилие против женщин, да, в Казахстане, нету, допустим, закона, который защищает жертв домашнего насилия. То есть до сих пор у нас там, не знаю, показали, как у нас недавно, да, в Бишкеке кто-то потрогал что-то попу, это выложили, и какие дебаты вообще в комментариях были, ой, да вы что, да ну что, потрогал, до сих пор он пытается, мы до сих пор разбираем нормально или ненормально трогать женщин за попу в публичных местах. Это же абсурдно, что мы до сих пор там. Но, к сожалению, мы до сих пор там. И очень раньше, ну и сейчас я, наверное, вернулась к этой позиции, как вообще об этих вещах говорить. Потому что вот душа у меня просит быть наглой, просит быть дерзкой, потому что я возмущена таким, то тем фактом, что до сих пор мы обсуждаем, нормально трогать чью-то попу в автобусе или ненормально, нормально носить декольте или ненормально, нормально, что таксисты решают быть моралистами, учить женщин, как жить, потому что у нас это вообще, что за тренд, да, ну таксисты как бы, или вот недавно шемкенский блогер выложил, что педофилия это потому, что женщина открытую одежду носит и не дают. Вот это что вообще за логика, да, это, конечно, у меня вызывает большие эмоции, это вызывает у меня очень возмущение. И мы должны понимать, что ввиду любого активизма, прежде всего, стоят персональные проблемы, это эмоции. Все, любое движение, которое когда-либо привело к либерализации, оно все началось с недовольных своей жизнью людей. Поэтому, когда говорят, что вот, там, феминистки или в целом любые активисты слишком эмоциональные, это на самом деле девалидация эмоций. Это нормально испытывать, ну, недовольство, это абсолютно верная эмоция. А что еще испытывать? Конечно, это раз. Во-вторых, но вот тут мы приходим к моменту, стоит ли эмоциям позволять занимать эфир. К сожалению, это то, с чем я лично сталкиваюсь. Очень хочется, особенно часто, когда ты споришь в интернете с хейтерами, часто на любую логику, которую я предлагаю как феминистка. Например, логика, ну, что женщина не жертва, начнем с базы. Точнее, что женщина не должна поддаваться к темблеймингу. Неважно, в чем она была, пьяная, трезвая, куда пошла, сама захотела, а потом отказала. В общем, контекст всегда право на, там, сказать нет или да, остается за женщиной, и нужно это уважать, нужно эту тему разгребать. Но, к сожалению, ну, мужчины спешат, там, сказать, что нет. Часто женщины просто так, да, обманывают, говорят, что насилия не было и так далее. Вот это большие дебаты сейчас идут. И очень часто на мои видео снимают дуэты, снимают либо чаще всего в Ютубе меня закидывают в какие-то ролики, где просто якобы опровергают то, что я говорю, но по факту это просто хейт, потому что опровержение включает конструктив, а если нет конструктивной базы, то это просто превращается в какую-то травлю. И что самое худшее, что приходится играть на этих условиях, потому что, к сожалению, большинство людей точно так же, как люди говорят, что вот вы хайпитесь на теме и так далее, да, потому что это работает. Люди слышат громкие слова и думают, что это правда. Они не разбираются зачастую. Обычным пользователям, ну, вы сами понимаете, вы листаете после работы, листаете там ТикТок, да, никто не будет сидеть и вникать в моральность каких-то дебат, что действительно, вот эти нюансы, они никому не интересны. Интересно дать уже готовое мнение. И чем больше это мнение подготовлено, тем вероятнее, что это мнение зайдет, а значит популяризируется. Что важно в таких моментах? Понятно, что, к сожалению, приходится использовать правильную лексику и в случае с любой подачей любого активизма контента это иметь доказательную базу и последовательность. То есть, грубо говоря, я всем рекомендую, поэтому я рекомендую дебаты, потому что там уже это все есть. То есть, вы говорите какой-то тезис, обязательно подкрепляете это какой-то статистикой либо в комментариях, либо на экране и обязательно логическую цепочку показываете. Иногда хватает либо доказательной базы, либо логической цепочки, но если это все вот вместе, то создается такое, так сказать, шоп-контент, топ-правильный контент. Не всегда он взлетает. Самое обидное бывает, когда вот я особенно сложные темы, я там и статистику найду, я аргументы составлю, и вот так вот это все выложу, все это запишу тысячу раз, и на одно видео могу несколько часов потратить. Перезаписываю, чтобы это было максимально презентабельно. Но тема не залетает. То есть, она вот наберет там тысячу просмотров, а я там столько вложила. Ну, может быть такое. Но это издержки в профессии, так скажем. Что в зависимости от темы иногда помогают эмоции. То есть, нужно уметь различать, что где помогут эмоциональный подход, подача темы, чем сенситивнее тема, чем естественнее эмоциональный подход. Либо, например, если вот иногда, еще зависит от аудитории, если моя цель конкретно контр-атаковать антифеминистов, потому что они, это важно продолжать опровергать все, что они делают, дебанк, так сказать, то, что они говорят. Если у меня тема привлечь мужскую аудиторию, я поняла, что вот, к сожалению, мужская аудитория очень негативно реагирует на эмоциональный такой подход. Многие начинают обижаться, что вот вы считаете, что все мужчины плохие, начинается вот это вот вы мужа-ненавистница и такая и тому подобное. Что, конечно, неправда. Просто вещи, которые происходят, на них по-другому нельзя реагировать. Но, видите, снова вот приходит стереотип. И вот как женщина, которая ведет этот канал, я с этим сталкиваюсь, стереотип о том, что женщина в любом формате, активистка, домработница, ассистентка, даже начальница, женщина всегда должна быть мягкой, она всегда должна быть удобной, презентабельной, да нельзя вот... То есть все должно быть вот... Ты можешь говорить все, что ты хочешь, но вот держи себя в руках, да, грубо говоря. Иногда я играю по этим правилам, потому что приходится для того, чтобы видео залетело, для того, чтобы она не репорт, его не репортнули, для того, чтобы я могла отстоять, отвоевать его существование в интернете, приходится быть мягче, чем я хотела бы. Но у нас сейчас пока что наше общество к такому контенту готово. Либо это либо такой контент, либо шок-контент. То есть нужно либо прямо идти all in, вообще на всех плевать, быть готовой, что тебя забанят, быть готовой, что у тебя лишат аккаунта, потому что это очень большая проблема, что активисток лишают аккаунтов, когда их слишком часто банят. Это очень для всех, кто начинает. Это, кстати, в какой-то момент, ну это как бы запрет на свободу слова, понятно, ну наблюдается, потому что я знаю много девочек, которые, ну и мальчиков, которые вели страницы и три страйка, да, их три видео забанили, и все. И у них забрали аккаунт. Представляете, вот у вас 100 тысяч подписчиков, да, я вот год над этим аккаунтом работала. То есть сейчас чем популярнее я становлюсь. С одной стороны, классно, что видео продвигаются, да, любой рост на любой платформе у любого человека, это больше ответственности. С одной стороны, классно, что у меня есть возможность продвигать видео, с другой стороны, приходится где быть все аккуратнее и аккуратнее, потому что теперь это может быть использовано против меня. Теперь мою популярность могут использовать против меня, моих подписчиков, да, если меня забанят, то я потеряю как бы всю вот эту аудиторию. Поэтому мне кажется, что вот здесь вот, когда есть несколько социальных площадок, например, ТикТок, Инстаграм, Ютуб, да, и оно все, ну, синхронизировано, то есть возможность, если вдруг тебя забанили один аккаунт, ты просто своих подписчиков отправляешь на другой. Знаете, я там, меня забанили, давайте здесь общаться. Либо создаешь новый аккаунт, через свои же сети его заново продвигаешь. Вот такой нюанс. У меня такой проблемы, я надеюсь, ну, нет и не будет, потому что вот в итоге приходится играть по правилам социально принятым, да. Очень часто пользователи интернета, особенно люди, которые меньше всего, наверное, в этом разбираются, чаще всего считают себя большими экспертами. А значит, очень часто, если вы планируете, ну, и кто это смотрит, если вы планируете вести активизм, феминизм, будьте готовы, что люди будут вас учить, как это делать. А вот вы не так говорите, а это не то, а это проблема, а это не проблема. И надо просто, и вот здесь мы тоже переходим к тому, как вообще себя вести. Одно дело, когда ты презентуешь, да, то есть ты играешь по вот этим правилам, но как оставаться собой и как верить в то, что ты говоришь, действительно имеет вес. Вот тут я начала феминизм, вести феминизм больше как продвижение лидерства и как моя самоидентичность, потому что я, если честно, устала, что постоянно кто-то говорит, как это надо делать, особенно, когда мужчины это говорят. И я считаю, как, и поэтому, кстати, я задержалась именно на феминизме, я хотела и про политику разговаривать, про какой-то более глубокий политический анализ делать, но что я поняла, что за другие социальные группы я не могу говорить, потому что, ну, допустим, я не могу продвигать ЛГБТ, потому что я не гея. Я могу это продвигать, но я не могу говорить полностью, да, о том, как это надо делать и так далее. Я союзник движения, я знаю свою роль, точно так же, как, допустим, за национальные меньшинства, да, я могу говорить только за, по факту, за опыт, мой опыт как женщина. И это важно учитывать. И я, если честно, считаю, что просто надо быть готовой ко всему. Я не была готова, когда я начинала аккаунт, я не была готова к неприятию. К сожалению, феминизм остается у нас. Многие люди, особенно на нашей платформе, видят в феминизме исключительно политическую западную повестку. Просто потому, что, ну, действительно, да, это пришло из Запада, это имеет такие громкие слова, харассмин, буллинг, что происходит, там, ассалтс, да. И люди не понимают, что на самом деле, если просто, они, по факту, многие люди уже феминисты, просто они не хотят ассоциировать себя с феминизмом, потому что как сильно его демонизировали, ну, люди, да, политики. Но на самом деле адекватных людей больше, чем кажется. Просто не все хотят назвать это феминизмом. Сейчас идет диалог, когда нужно принимать, что хочешь ты или не хочешь, да, права там женщин называются вот таким образом. И чем раньше ты, опять же, это примешь, тем легче будет, я считаю. Вот. А, ну и вот, и сейчас, особенно когда в нашем за карантин, за период карантина, когда вырос уровень насилия над женщинами, когда столько проблем, ну, откинулось, да, по всем отчетам ООН, права женщин откинулись на 20 лет назад, да, то есть мы вернулись к такому, это ужасная потеря для 20 лет феминизма, да, 20 лет люди потратили на то, чтобы привести к определенным вещам и просто человеческое, да, вот, предвзятое отношение, человеческая природа, систематичность, да, не решение проблем на политическом уровне, то, что нет наказания за домашнее насилие, да, все это привело, и все же остались закрытые, да, во время локдауна, то есть это все привело к небезопасной среде для женщин. И я не знаю, как можно оставаться молчаливым, да, как можно смотреть на это. Я приняла для себя личную позицию, и вот тут я хотела бы затронуть тему лидерства, что многие, когда думают о лидерстве, они думают об этом только о том, ну, в таких немножко эгоистичных мотивах, да, что вот я хочу быть, я хочу быть на верхушке, я хочу, чтобы меня видели, что я на верхушке, я хочу, чтобы меня воспринимали как респектабельного человека, у которого есть вес, да, который принимает решения, я хочу, чтобы все с этим решением сталкивались. Это то, как мы видим лидерство, но на самом деле лидерство – это когда ты умеешь оставаться в тени, продвигая тему. Лидерство – это смелость, лидерство – это когда ты можешь быть, не бояться, что сегодня ты пожертвуешь какими-то вещами и ради какого-то глобального блага. И немногие лидеры это понимают. Я, если честно, для себя хотела понять, смогу ли я отказаться от вот такой эгоистичной модели лидерства и перейти к более sustainable, ну, к более прогрессивной, так скажем, модели лидерства. Мне это было важно. И опять же self-acceptance, да, то есть самоидентификация. Я хочу сделать мир вокруг себя лучше, потому что для себя в первую очередь понятно, да, я как женщина, я страдаю, ну, это в прямом контексте. Но еще мне больно видеть, как страдают. Допустим, вот я, ну, этнически русская, да, мне не нужно быть келинкой. Но у меня много друзей казашек, крык-кызок, да, и когда девочки там до 30 лет работают, а потом отказываются от всего, едут в село, чтобы мыть посуду, да, и обслуживать семью, и я не вынуждена это делать. Но у меня разбивается за них сердце, конечно, поэтому даже если эта проблема не касается меня напрямую, я все равно хочу, чтобы людям вокруг меня было хорошо, поэтому я делаю то, что я делаю, занимаюсь феминизмом. И такую же логику, мне кажется, больше людей должны преследовать, что если ты хочешь, чтобы... То есть жизнь — это не только общество, это твоя, точнее, твоя жизнь — это не только ты, да, это то, как ты влияешь на других, это то, как... Хочешь кушать за столом друзей, умей этих друзей поддержать. Поэтому я, например, в своем окружении, ну, допустим, общаюсь с мужчинами только исключительно теми, которые поддерживают феминизм, потому что я хочу, чтобы близкие люди вокруг меня уважали мои права. Это, мне кажется, как бы нормально, да, логика. Но и точно так же я абсолютно точно хочу уважать права других людей, и я хочу быть лучше, что вот я просто хочу делать лучше, быть лучше, и надеюсь, что как бы этот менталитет, он придет к большему количеству людей посредством там моего контента. Ну, вот как-то так. И все это превращается, если там резюмировать, да, вот про площадку, про феминизм как продвижение лидерства, все это приходит к тому, что это помогает не только... Ну, понятно, что мне как женщине это помогает, да, потому что одно дело, когда ты в интернете все это рассказываешь, а другое дело поспорить о феминизме, ну, не знаю, с друзьями на паре, или где-то, ну, так сказать, конфронтнуть кого-то, кто сейчас здесь перед тобой, потому что это... Даже я иногда не могу это сделать, и только благодаря ТикТоку я научилась отстаивать свои границы в реальной жизни. Вот в чем конечная цель. Конечная цель, я понимаю, что все это в интернете, коллективизм очень много, коллективизм, знаете, это когда ты зашерил какую-то ссылку, и все, думаешь, вау, я такой молодец, я вот, я помог, я помог. Это, конечно, тоже отдельный вид искусства, когда люди просто тут посидят и шерят. Что, с одной стороны, классно, что ты зашерил, с другой стороны, ну, это действительно все, это максимум, что можно от тебя ждать. Вот. Я понимаю, что в интернете много коллективизма, но, с другой стороны, если в итоге это помогает хотя бы маленькому проценту населения почувствовать себя более уверенно в жизни, да, это выйти и сказать, ты не можешь меня трогать здесь, ты не можешь так со мной разговаривать, ты не можешь со мной так себя вести. Я, ну, мне кажется, благодаря феминизму за последний год, особенно ведя соцсети, я почувствовала себя ответственной, я не могу продвигать уверенность в себе, но в итоге, да, отказывать этой уверенности в реальной жизни. Буквально вот на днях у меня была такая конфронтация в социальной обстановке, я оказалась единственной девушкой в комнате, и я поняла, насколько вот, ну, даже здесь, в Европе, да, как будто бы несерьезно к себе относятся, что ты вроде говоришь серьезные вещи, но пока это не скажет парень, точно в таком же формате, да, это почему-то не... В общем, я почувствовала себя как-то странно, и я сказала об этом, что я не побоялась, и я не побоялась, что меня там обзовут, ой, ну, ты все сводишь к гендеру, ой, ты все сводишь к полу, потому что you never know, да, ты никогда не можешь знать, может, действительно это является причиной, и если я сейчас об этом не подниму, это останется у меня в голове, я приду домой, я это продумаю, и это все... Мужчины, которые в итоге оказались в этом, они ничего не узнают, да, они даже не узнают, что там мне было дискомфортно общаться на какие-то темы, или что их позиция, потому что там были ужасные мнения в той компании, и я нашла в себе силы противостоять вот такому бытовому сексизму в реальной жизни. Это все начинается с ближайшего окружения, уметь сказать нет, там, дома, да, родителям, нет, я не пойду туда учиться, потому что я хочу делать вот это, нет, я не буду, там, готовить еду, потому что я работаю, нет, я не буду... Просто уметь говорить нет в правильных социальных обстановках, это критично, и это намного сложнее делать в жизни, и моя цель сейчас, вот цель моего активизма, это вот эту логику продвигать, поэтому я немножко поменяла формат своего контента, стало больше как бы, давайте пообщаемся, давайте поговорим, давайте поговорим о личном, просто построить вот этот костяк уверенности в себе. И, конечно, это... Я говорю, что это касается там... Я в основном говорю для женщин, но это касается всех. Просто уметь отстаивать свои границы, это хороший скилл. И так как женские границы нарушаются очень часто в нашем обществе, понятно, что феминизм это как один инструмент достижения. Ну, в принципе, вкратце, если это как-то так. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, включайте микрофон, задавайте или пишите в чат, я буду озвучивать, в принципе, Маша читает комментарии. Подскажите, пожалуйста, вот у меня возник вопрос про форматы. Когда вы делаете видео в ТикТоке, ну, сколько я успела посмотреть, оформляете их, ну, по-разному. Иногда это вот... Я понимаю, что что-то... Это тренды в ТикТоке, когда ответ... Это вот комментарии, в общем, я ответ на этот комментарий. И много-много других форматов. Где вы учитесь вообще тому, чтобы разнообразить форматы? Как вы это делаете? Вообще ваш опыт работы именно с форматом контента? Да. Один из таких сложных моментов в ТикТоке, наверное, очень правильно, что вы отметили, это как раз-таки быстротечность трендов. Тренды... Сегодня популярен один звук, завтра популярен другой звук, и ты буквально на день задержишься, а уже потеряешь вот эту возможность на выход на аудиторию. Это один из минусов, наверное, ТикТока. Там очень-очень-очень быстрая платформа. Поэтому в ТикТоке, как бы, ну, есть такая формула, грубо говоря, что нужно там три видео в день постить, регулярно это делать. И я понимаю, почему. Я не знаю, насколько универсальна эта формула, но она работает для меня, она точно работает. Чем чаще ты постишь, тем больше тебя выкидывает в рейки. Поэтому важен... Вот поэтому у меня разный формат, потому что делать, опять же, смотрите, делать, я рекомендую, как всем. Нужно иметь репертуар, скажем так, да. Во-первых, репертуар заранее подготовленных тем, в котором вам комфортно разговаривать. То есть это темы, в которых, если вам зададут вопрос критический, да, логический какой-то, что вы можете отстоять эту позицию. Очень часто я наблюдаю, кстати, таких блогеров, которые, с одной стороны, говорят правильные вещи, но ты видишь вот эти пробелы в логике, и ты задаешь им этот вопрос, и они просто повторяют, что они уже сказали, нежели выводить диалог дальше, да. Это понятно, и что случается, почему так происходит. Потому что люди, очень часто, особенно в интернете, они копируют контент друг друга, не вникая в то, как человек к этой логике пришел. Это проблема. Особенно, когда вы говорите об активизме. Ну, для всех, кто посмотрит, или смотрит сейчас, когда вы продвигаете непопулярные темы, к сожалению, феминизм до сих пор считается непопулярной темой. Любой активизм считается некомфортной девиатной формой, да, мы не принимаем общество в том формате, в котором оно есть. Это абсолютно точно будет реакция в какой-то степени негативная. Поэтому уметь отстоять собственный контент и собственные идеи, это критично. Поэтому я говорю, когда, например, если вы хотите продвигать феминизм, мне было очень незнакомо, я же к феминизму теоретически не знала, когда начинала, и когда тебе приходит куча вопросов, а что такое радикальный феминизм, а какая райсия, а вот такие нюансы спрашивают, а ты не можешь ответить. Ну, мне как бы никак... Поэтому я, например, сначала изучаю тему, которую говорю, если я о ней еще не знаю. Я изучаю, я читаю все аспекты, запротив, да, просто чтобы быть готовой к тому, чтобы отстаивать эту позицию. И чаще всего мне приходится ее отстаивать, то есть это очень полезно так делать. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет заниматься активизмом в интернете, вы должны уметь, вы должны знать то, о чем вы говорите. Это все. Потому что когда ты не знаешь, аудитория тоже понимает это. Очень легко уловить логические бреши в какой-то теме. Очень легко. Особенно, если люди разбираются. Я постоянно смотрю, допустим, других феминисток и понимаю, что вот тут чуть-чуть надо было про это больше рассказать, чуть меньше. Но опять же, каждый делает в меру свои возможности. Вот это самый главный плюс. Если вы начинаете заниматься активизмом в интернете, вы должны понимать, что все, ну, как бы адекватная аудитория понимает, что вы это делаете безвозмездно. И каждый делает в меру свои возможности. Если вам некомфортно здесь сейчас, конечно, вы должны приоритизировать себя. Ну, то есть, вот у меня в какой-то момент, когда вот это много, ну, хейта, да, не то, что даже хейт, а меня, как бы личные хейтеры, мне все равно, люди живут и живут со своими мнениями. Но проблема в том, что вот этот хейт, он набирает популярность, и это может сместить акценты. Поэтому очень важно отстоять тему, потому что если акцент смещается, то все, вот твоя проблема, она висела, но теперь мы давайте поговорим об этом, раз уж тут запрос, от хейтеров такой. Поэтому очень важно постоянно, вот внимание подкрепляясь к своему видео, постоянно, именно к своей теме, не отвлекаться на лишнее. Это критически, и не каждый блогер это делает, я до сих пор научусь это делать. Но, конечно, когда ты постоянно вот это внимание, постоянно общаешься с подписчиками, постоянно споришь с кем-то, отстаиваешь, это все накладывается и по времени, и по ментально. Ты чувствуешь себя уставшим. Ну, представляете, вы же когда там кому-то, вот я сейчас, скорее всего, после этой сессии, мне нужен будет перерыв, потому что я рассказала и поделила своей энергией. А когда ты это делаешь нон-стоп, в телефоне 24 на 7 со всех соцсетей, ты постоянно у тебя, вот тут ты живешь одной жизнью, а вот здесь у тебя совершенно другое какое-то срач происходит, нужно что-то где-то опять, кто-то тебя банит, кто-то что-то спорит. Это энергозатратно. Поэтому в какой-то момент, ну, в данный момент, я, например, приоритизирую свое время и себя. То есть я взяла перерыв от ТикТока. И это нормально. И я считаю, что лучше делать так, нежели создавать контент, который некачественный. Или когда ты закидываешь видео, не можешь ответить, да, мне нелогко, например. Я хочу быть честной со своей аудиторией. Аутентичность – это один из, кстати, ключевых, и общение с подписчиками – это один из ключевых тоже инструментов для продвижения собственных страниц. Чем больше вы общаетесь с подписчиками, тем больше вы, как бы, ну, у меня, например, открыты, да, персональные сообщения. Я часто, раньше, чаще, но сейчас реже отвечаю, да, я всех отправляю в Инстаграм, потому что там аудиозаметки можно отправлять, мне это так лень печатать. Вот. Но каждый, кто как общается с аудиторией. Вот. Но это важно. Вот как раз-таки про аудиторию я, наверное, вас беру в плане того, что как вы, ну, кроме вот этой поддержки постоянной, точнее, коммуникации с аудиторией, как вы изучаете и зависит контент, который, или тема, которую вы собираетесь публиковать от их, там, не знаю, как это называется, потребностей или вот спроса, да, вот как тут работает. Да, вы знаете, иногда бывает, что у меня не совпадают позиции с моей аудиторией. То есть, очень часто, ну, потому что важно понимать, что, да, я продвигаю там активизм, но я все еще человек, да, допустим, я выступаю, наверное, я выступаю против общей концепции капитализма, да, я не хочу участвовать в капитализме, но мне приходится, я же в обществе живу. Понятно, что вот как бы есть нюансы, просто вот любая тема, и все должны это понимать, все, и создатели, и аудитория, что все темы имеют нюансы. И важно иметь критическое мышление, чтобы эти нюансы распознать. Например, как феминистка, я, естественно, продвигаю там условно партнерские отношения, скажем, свободу выбора, что ты каждая женщина должна иметь право на выбор и так далее, и так далее. Но при этом однажды меня спросили, позволю ли я заплатить мужчине за себя в ресторане. Я сказала, да. И все такие, а что за феминистка, которая позволяет мужчине платить за себя в ресторане? А я не поняла, как это влияет вообще на мой феминизм, который за права, фундаментальные права женщин против насилия, против степлянных потолков, против всего этого, потому что я позволила своему парню заплатить за себя. Ну, это же бред, да, и вот, но, к сожалению, вот такие вот вещи становятся, опять же, выходят на первый план. Мы говорили о правах женщин, мы говорили о том, как важно уважать нет, да, уважать консент, уважать все эти, а вот сместился диалог на то, нужно ли платить за женщин в ресторане или не нужно, хотя это же вопрос может быть решен на персональном уровне, но пообщайтесь друг с другом и решите, кто что делает в отношениях, да, это же решаемый вопрос. Ну, вот я к тому, что очень часто приходится вот тоже мне как креатору это учитывать, да, то есть какие-то вещи раньше я могла поделиться личными мнениями, сейчас я не могу, потому что я понимаю, что это возможно будет коррелировать с моим феминизмом или с моим активизмом. Это важно учитывать номер один, то есть нужно решить для себя, когда вы начинаете контент, нужно решить, остаетесь ли вы честной себе как личности, либо вы принимаете, вот я, например, наверное, больше приняла вот эту роль феминистки в ТикТоке. Я хотела, чтобы это был мой канал, но оказалось, что феминизм в ТикТоке это превалентен, соответственно, и это роль, это важно понимать, что роль, это значит ограничения присутствуют. Вот, по поводу, если возвращаясь детально к вашему вопросу, который был, напомните, я немножко шла. Про аудиторию вы говорили, да, разногласия. Разногласия бывают с аудиторией, естественно, приходится следовать, потому что, ну, все-таки надо уважать людей, которые готовы тебя слушать. Приходится следовать, но еще очень важно, многие люди, ну, по крайней мере, в моем опыте, не понимают, что какие-то вещи происходят в их жизни, и они не задумываются об этом, пока им об этом, ну, их не ткнут, да, грубо говоря, лицом в этот вопрос. И я заметила, что делаю это очень часто, неосознанно, и я поняла, я поняла, что важно оставаться тоже в какой-то степени лояльнее к себе. Я, например, очень, я понимаю, что вот я сейчас учусь за границей, я живу за границей, у меня есть уже, то есть, есть определенный набор привилегий, которые, ну, в моем руководстве, да, я могу, я узнала что-то там с теорией, и у людей, ну, естественно, нет доступа к этим знаниям, то есть, моя задача этим поделиться, и они, возможно, примут это, возможно, не примут, но моя задача поделиться, и чаще всего, если честно, принимают. Чаще всего, я вот заметила, особенно в последнее время, особенно на сенситивные темы, резонанс собрать намного проще почему-то, ну, наверное, ввиду разных событий, которые в мире происходят, сейчас поймать резонанс несложно, опять же, все зависит от презентации. Конечно, если у вас какая-то там идея, которая непопулярная, не, ну, как бы они мало кто знает об этой ситуации, еще и у вас не хватает там, мне кажется, что любой креатор, это мое собственное мнение, но мне кажется, что любой креатор должен практиковать навыки презентации и навыки подачи контента, это критично. Я часто вижу хороший кейс, например, там, кейс какой-то, ну, громкий, скажем, с дискриминацией, да, скажем, с дискриминацией кейс, но блогер не может его презентовать правильно, какой-то ракурс не показывает, да, но это вот тоже вы, кстати, вот здесь припомогается журналистский бэкграунд, что вот уметь правильный фокус преподнести. Задача любого креатора, во-первых, самому понимать, какой фокус вы хотите преподнести, и, во-вторых, просто подкреплять данные к этому фокусу, потому что несфокусированное видео, оно вот, оно, абстрактное видео привлекает абстрактную реакцию, что вроде понятно, вроде согласно, вроде не согласно, это in between всегда, вот, поэтому, а еще слушать аудиторию, да, я, например, всегда, вот поэтому у меня столько времени ТикТок занимает, я очень много времени читаю комментарии, всегда, я, если что-то вижу, во-первых, это мотивирует, да, потому что я не знаю, как для других, мне намного легче реагировать на мир, нежели создавать, ну, новые темы, намного легче, уже кто-то сказал, у тебя раз, просыпается ответка, из ответки можно сделать полноценный, независимый контент, мне вот это помогает, вот, так что слушать аудиторию важно, но при этом учиться, оставаться собой тоже важно, нет четкого ответа такого. Спасибо, в общем, ваши ТикТоки классные, я как узнала, о вас залипла, говорит Толгунай, я тоже просто залипла, и я вообще не выхожу из ТикТока сейчас, вот, вопрос, а как вы работаете с выгоранием в активизме? Выгорание, это такая сейчас, да, актуальная повестка, капец, ну, вообще, я, если честно, ну, я сама считаю, что люди должны ходить на терапию, ну, в плане на психотерапию, психологу, либо иметь какой-то способ эмоционального, получать эмоциональное обслуживание, чаще всего эмоциональное обслуживание происходит в дружеских компаниях, да, вы общаетесь с друзьями, они вам там что-то расскажут, вы что-то расскажете, кому-то этого достаточно, но я, во-первых, сама долгое время ходила на терапию, то есть я знаю уже какие-то механизмы, которые для меня лично работают, ну, что мне нужно сделать, но самый легкий способ, ну, я вот всем, наверное, я, конечно, могу сказать, попить водички, давайте просыпайтесь по утрам, хотите больше гулять, да, если бы это работало, наверное, мир был бы счастливее немножко, но что я точно могу сказать, что это изоляция от соцсетей для меня помогает, когда я чувствую, что у меня занимает, знаете как, выгорание, ты же его еще не чувствуешь сразу, выгорание, знаете, когда, мне кажется, случается, когда вы не можете отказаться от контента, например, у меня бывает, что я такое залью видео, особенно если это тема, там, животрепещущая для меня лично, таких тем очень много, в феминизме, конечно, я выкладываю видео, и если особенно получается какая-то реакция слишком позитивная, слишком негативная, я просто засиживаюсь там, и я не могу вот закрыть ТикТок и дальше жить своей жизнью, и вот это, тогда для меня это уже звоночек, потому что, ага, что такого, потому что чаще всего мы легче вовлекаемся в ситуации, ну, например, я знаю, что мне нужно писать эссе, да, но я бы, конечно, в ТикТоке бы посидела, да, то есть ты понимаешь, ты приоритизируешь, эмоциональную вовлеченность во что-либо, и если вы себя ловите, что вы не можете отказаться от соцсетей, от комментариев, от того, чтобы сказать мнение, от того, чтобы услышать, а что же, что же там мне ответили, да, если у вас есть вот эта эмоциональная привязка, я думаю, что все приведет в итоге к эмоциональному выгоранию, очень важно разграничивать свое пространство и внимание, когда у вас есть соцсети, все соцсети, ну, вы тоже должны понимать, что есть фокусировка, у вас, как у человека, пользователя интернета, есть фокусировка, у вас есть свои задачи дневные, да, сходить там на учебу, приготовить поесть, сходить в спортзал, любые вот эти задачи, они все выполняют функцию вашего организма, это все энергия, но когда у вас каждые там пять минут приходит уведомление, что кто-то в Твиттере восстагнул, это одна, да, один срач, скажем так, одна дискуссия, кто-то восстагнул в Инстаграме, это вторая дискуссия, кто-то в ТикТоке обсуждает, в ТикТоке, если вы еще выкладываете по три видео в день, это значит, три независимые реакции могут прийти, да, и это помимо того, что, скорее всего, когда вы сидите в интернете, вы же еще листаете, наверное, да, вы листаете, то есть вы видите, слишком много контента приводит к дефокусировке, что ты в итоге свой день так проживаешь, все, он прошел, что ты сделала, непонятно, день прошел, новый день начался, и когда ты не, как бы, находишься в настоящем, очень легко, эмоционально растрачив себя, left and right, так сказать, направо, налево раздавать свою энергию, и я это поняла, я поняла, что за время ведения ТикТока, что ресурс, он ограниченный, я раньше не думала об этом, что энергия это ресурс, и что это ресурс ограниченный, нет, раньше я такая, да, со всеми пообщаюсь, а сейчас приходится выбирать, если я знаю, что, например, если я знаю, что у меня есть ряд задач, которые надо за день выполнить, я, ну, поэтому, например, сейчас отказалась от ТикТока, потому что я знаю, что если я туда зайду, я там зависну, потому что я бы, мне нравится больше общаться с ТикТокерами, нежели писать свои задачи, а изоляция, ну, ограничение от соцсетей, я в какой-то момент вообще все соцсети удалила, это диджитал, как это называется, clean, detox, о, digital detox, но это правда помогает, это помогает прям сфокусироваться на здесь и сейчас, на сегодня, на себе, в жизни, в реальной, и это важно, поэтому я рекомендую от выгорания, а, регулярно устраиваюсь себе digital detox, я это практикую, там, чуть ли каждые несколько месяцев, во-вторых, ну, это, да, наверное, в какой-то степени это самодисциплина, да, уметь себе сказать, нет, слушай, нет, сейчас ты не будешь вовлекаться, очень хочется, вот, отстоять свою позицию, но, насколько это важно, важно ли действительно тебе, чтобы там этот человек на другом конце света действительно в тебя поверил, ну, важно, если важно, окей, но я вот, я часто задаю себе вопрос, окей, это сделать энергозатратно, что я получу от этого, и если выхлоп, ну, не выхлоп, а outcome, какой-то не соответствует моим инвестициям энергетическим, я отказываюсь от этих вещей, я научилась это делать, это важно, и, конечно, ну, если есть возможность, потому что не у всех есть возможность найти там хорошего психолога, я рекомендую, вот, устраивать себе разгрузочные такие дни, либо с психологом прорабатывать какие-то вещи, я открыто, пользуюсь услугами психотерапевта, сейчас нет, но планирую сентября, да, начать опять, это важно, просто проговаривать, свои вопросы с нейтральным человеком, это абсолютно нормально. Спасибо большое, у нас уже в целом время, есть ли коллеги еще вопросы, можно, не знаю, ну, пару вопросов в целом задать, если они есть, но я так думаю, или, ну, вы все так супер четко рассказываете, вот, или всем все классно, понятно, или я еще хотела добавить, тоже это про выгорание, и про феминизм, контент, я еще очень рекомендую законнектиться с другими людьми, которые занимаются тем, что вы делаете тоже, то есть, если вы, и вам интересен феминизм, в ТикТоке, то вы коннектитесь с феминистками, которые тоже этим делаются, вообще, конечно, у меня много идей, да, как это можно оптимизировать, но нет возможности это все реализовать, может, в будущем получится создать больше дуэтов с российскими феминистками, с казахскими, с кыргызскими, вообще создать вот такую интерактивную площадку, где сейчас все равно есть борьба за подписчиков, почему-то нам кажется, что вот условно есть один человек, и он либо на тебя будет подписан, либо на меня, и здесь вот этот компетишн какой-то, но это неправильно, на самом деле, люди готовы подписываться на больший контент, и очень важна вот эта коллаборация, я всем рекомендую, что если у вас есть возможность с кем-то заколлабиться, с кем-то больше, с большим количеством, с большим блогером, либо с меньшим даже, это не важно, попробуйте, особенно если вы имеете проблему с выгоранием, просто создайте чат там с феминистками, с друзьями, где вы просто делитесь опытом, я нашла, что чем чаще я нахожу людей, с которыми я могу поделиться вот таким опытом, тем легче мне его пережить, то есть ты просто находишь поддержку здесь, в жизни, видите, в интернете найти поддержку это одно, да, много людей могут тебе написать, какая ты молодец, но порой очень важно это услышать, да, от кого-то в жизни, чтобы кто-то просто честно там тебе так сказал, слушай, ну здесь да, здесь так, ну ты так, и я поняла, что, ну я нашла себе такую фем-компанию, которая меня поддерживала, это важно. Спасибо большое, вы очень важную вещь сказали, на самом деле, вот как раз таки, ну почему в сообществе вот таким регионом собираемся, то есть вот с разными странами, вообще моя большая мечта в том числе, чтобы люди начали, в общем, коллаборироваться, вместе работать, какие-то проекты вместе создавать, тогда, естественно, и сил будет как бы больше, да, и больше вот этого всего, я очень-очень надеюсь, что особенно те, кто вот, допустим, про гендер, про права женщин, про харассмент делают контент, может быть, у них появятся какие-то вот эти связи, ну, не знаю, как минимум, то, что они будут знакомы, и когда будут ездить там, не знаю, друг к другу в городах, вот там страны, в гости, будут в целом разговаривать про это, меняться, не знаю, опытом, знаниями, это тоже вдохновляет, ну, это тоже мотивирует в каком-то плане. Круто, Маш, спасибо большое, один час прям так очень быстро пролетел, очень незаметно пролетел, спасибо вам огромное за то, что вы вот нашли время, посвятили его нам, это очень было ценно, я не знаю, за короткое время столько полезной суперинформации, спасибо большое коллегам за то, что к нам присоединились, все, кто сегодня пришел, для меня это тоже было очень, как бы, ценно, это меня мотивирует, когда люди приходят на встречи, на вот такие метапы и восьчата, вот, если вам есть что сказать финально, в общем. Да, ну, если у вас, у кого-то возникнут ко мне вопросы, у меня открытый инстаграм, я сейчас там в основном отвечаю, пожалуйста, пишите, спрашивайте, я, ну, буду рада, я очень рада делиться своим опытом, я хочу поддержать вашу, так сказать, цель всех собрать, всех, а вот этот, создать этот диалог, вот этот форум, это очень колоссальная работа, это важно очень, я буду рада поддержать. Если вы не против, я тогда всеми вашими соцсетями потом поделюсь сообществом, я буду готовить пост, в общем, с видео и со всеми контактами, полезными ссылками. Вот, спасибо вам большое, хорошего продолжения дня, а нам всем... Спасибо всем, ага, все, всего доброго. Спасибо всем, пока-пока.